Музыка Старинное здание, расположенное по адресу улица Краснофлотская, 155, построено в самом конце XIX века. Сейчас здесь, как и более ста лет назад, оказывают медицинскую помощь нуждающимся в ней людям. История амурской медицины начинается в том числе и с этого дома. Здесь обучались и служили первые в Амурской области сестры милосердия. Единственным лечебным учреждением в конце XIX века в Благовещенске был бригадный лазарет амурской конной казачьей бригады на 72 койки, где оказывали медицинскую помощь в том числе и гражданскому населению. Но этого было явно недостаточно. Климат в крае был суровый, смертность высокая, а уровень медицинского обслуживания напротив крайне низкий. Вспоминает писатель-путешественник Гомаил Гантимуров. По словам врачей, живших здесь несколько лет, во всякое время года в Благовещенске существуют инфекционные болезни. То брюшной тиф, то скарлатина, то дифтерит, то сыпной тиф, то корь, то круп, то оспа. Все эти болезни здесь господствуют или поочередно, или же все вместе. В особенности лихорадка и плеврит. Нет возможности бороться здесь с этими болезнями, говорит доктор А. В другом месте другое дело. Медицина в большинстве случаев выходит победительницей в борьбе с этими врагами человеческого рода. Здесь же ничего не помогает. Поэтому оказывать медицинскую помощь населению помогали и благотворительные организации. Благовещенское управление российского отделения Красного Креста было создано еще в 1870 году при губернаторе Педошенко для сбора пожертвований раненым, больным, увечным и нуждающимся. Входили в управление многие купцы и промышленники, а председателем с тех пор всегда назначался военный губернатор области. И вот спустя почти 25 лет при Благовещенском управлении российского отделения Красного Креста был открыт Дамский комитет. 5 марта 1895 года в 18 часов в доме губернатора Дмитрия Гавриловича Арсеньева собрались 50 женщин города. Перед ними выступил с речью советник войскового управления Амурского казачьего войска полковник Караулов. Вам, милостивые государные, не безызвестно, что наша окраина находится накануне непредвиденных событий, что и заставляет нас быть неотложно готовыми ко всяким случайностям. В числе этих неотложных нужд самую главную в данное время является подготовление достаточно нужного санитарного состава, то есть образования сестер милосердия, крайне нужных и полезных даже в мирное время. Дамы, не откладывая в долгий ящик, решили создавать общину сестер милосердия. Председательницей комитета по организации общины стала супруга военного губернатора. Они решили собрать деньги, там же сразу на подписному листу, и там же решили, что для того, чтобы организовать больницу, нужно иметь деньги и иметь средства. Обратились в городскую думу, городская дума отвела им территорию на берегу Амура. Императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, вошла в историю России как организатор благотворительных и богоугодных учреждений. Именно в день рождения Марии Федоровны вот здесь, на берегу Амура в Благовещенске в 1897 году, было заложено в начале одноэтажное здание больницы общины сестер милосердия, а построено оно было к 1899 году. Средства на содержание больницы и амбулатории поступали из членских взносов комитета общины сестер милосердия от пожертвований предпринимателей и купцов, от кружечных и тарелочных сборов, лотерей, балов и других источников. Именно на этой основе были созданы предпосылки для открытия курсов по подготовке сестер милосердия. Они собирали деньги, как они собирали деньги? На балах, на театральных постановках, по подписному листу. Первых сестер милосердия было пять человек, но фамилии их неизвестны. Вот есть список женщин сестер милосердия, вот здесь вот, вот они, есть, члены комитета и члены управления. Кто из них, кто, мы не знаем, не сохранила история. В отчетах губернатора фамилии не было. Было сказано, что существует лечебно-благотворительное общество, которое было открыто в 1886 году. И именно это лечебно-благотворительное общество стало инициатором создания общины сестер милосердия. Набирали будущих сестер милосердия из числа грамотных девушек, готовили их к работе в течение восьми недель. В программу входили занятия анатомией, работа в аптеках и в лабораториях. Но подбирали их, не просто так, пригласили и отправили на учебу. Для того, чтобы стать сестрой милосердия, она должна была в течение года быть испытуемой. Из числа испытуемых, получивших характеристику, что они обладают всеми качествами для медицинской сестры, добродетелю, терпением, какой-то грамотностью, вот, их тогда только брали. Экзамен милосердные сестры сдавали в присутствии самого губернатора, руководителя курсов и представителей женского комитета по организации общины сестер милосердия. А потом их распределяли. Вот этих пять человек, первых пять, две из них работали в городе, а три работали в госпитале. А уже в 1900 году в Благовещенске начались военные действия. Вооруженный конфликт с Китаем, первые раненые и первое испытание для сестер милосердия. Именно сюда приносили раненых и на берегу Амура, и вот те, которые у нас были там, как их называется, ну, создали стремительно такой быстрый отряд самообороны. Там же стреляли постоянно, тем более и из пушек стреляли по городу Благовещенску. Семь дней обстреливали город Благовещенск, пока из Хабаровска не пришел отряд артиллерии и со всеми. Сестры милосердия оказывали медицинскую помощь нуждающимся городским жителям, дежурили в частных домах, работали в больницах и санитарных поездах. Во время русско-японской войны именно Красный Крест оказал значительную помощь в подготовке персонала санитарных поездов и плавучих лазаретов для оказания помощи в эвакуации раненых и больных воинов. В течение 10 лет со дня постройки в больнице общины сестер милосердия увеличивалось и количество больных, и количество обслуживающего персонала. Площадей уже не хватало, поэтому в 1910-1911 годах на здании надстроен второй этаж. И вообще все годы, сколько существует это здание, в нем располагались медицинские учреждения. Сейчас это один из корпусов третьей городской больницы. История этого дома продолжается. Редактор субтитров А.Семкин